Всем панкейк, друзья! Сегодня мы поговорим о самой изолированной, самой секретной стране мира, о Северной Корее. Как она появилась и почему враждует с Южной Кореей? Откуда пришли вожди КНДР? Что такое батальон удовольствий и о многом-многом другом? На старт, внимание, пуск! Почему Корея разделена на Северную и Южную? До 1945 года Корея была колонией Японии. После победы союзников во Второй мировой войне над японскими самураями, территория Кореи севернее 38-й широты была разделена на два лагеря. Север под контролем СССР, юг – США. В 1948 году было сформировано два правительства – просоветское на севере и проамериканское, как вы догадались, на юге. И началось. Власть над всей Кореей стала притягательной идеей и для тех, и для других корейцев. Эта борьба продолжается до сих пор. Внук-вождя тоже вождь. Отцом-основателем Северной Кореи был Ким Ир Сен. Далее власть перешла в руки его сына Ким Чен Ира. С его уходом знамя высшего руководства республикой подхватил молодой, амбициозный внук знаменитого дедушки Ким Чен Ын. Не верите, что молодой человек может быть вождем? Вот его некоторые титулы. Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа и по совместительству маршал КНДР. Новая звезда, блистательный товарищ. Гений среди гениев в военной стратегии. И именно он сейчас и возглавляет эту удивительную страну. Охрана Ким Чен Ына – одна из самых больших в мире. Ежедневно вождя охраняет несколько сотен вооруженных до зубов и даже немного более охранников. Его личная гвардия – это около 25 тысяч человек. Служба в ней не только престижна, но и доходна. Каждому охраннику положено свое жилье и продовольственный паек. Далеко не каждый кореец может стать охранником великого вождя. Отбор жестокий. Кто эти бегущие охранники? За лимузинами Ким Чен Ына очень грациозно бегают охранники. Они стали визитной карточкой корейского лидера. Впервые о бегущих телохранителях заговорили после визита Кима в Сингапур. Телекомпании всего мира показали, как Мерседес лидера Кореи сопровождает группы из дюжины людей в черных костюмах. Это передовая линия обороны Кима. Они мониторят ситуацию вокруг руководителя и непосредственно защищают. Все члены первой линии охраны примерно одного роста с лидером имеют соколиное зрение, обучены меткой стрельбе и владеют боевыми искусствами. Это единственные люди, которые могут находиться рядом с Кимом с оружием. Телохранители одеты в темные костюмы с галстуками и носят наушники. Правда, их не заставляют бежать рядом с машиной постоянно. Охрана сопровождает лимузин только до автомобильного кортежа. Сомневаешься в вожде? Получи фашист гранату. По слухам, в 2013 году он приказал казнить своего дядю за коррупцию и разгульный образ жизни. Через год его жена подверглась тем же обвинениям. В 2015 году из зенитного орудия расстреляли министра обороны КНДР. Причина – сон на совещании. В страшном сне не приснится заснуть на совещании. Всего за время правления, по непроверенным данным, он казнил около 25 человек из высшего руководства страны и армии. Армия Северной Кореи – одна из самых многочисленных в мире. Там служит более 1,3 миллиона человек. Это пятая по численности войск армии в мире. И все это при численности населения в 25 миллионов человек. В резерве находится еще около 5,6 миллионов человек. КНДР тратит на содержание армии огромные средства. У КНДР есть подводный флот с баллистическими ракетами, мощная артиллерия и ядерное оружие. У Южной Кореи нет ничего похожего по силам. Наиболее вероятно, что именно из-за наличия ядерных сил на КНДР до сих пор не нападают США. Удар возмездия с территории Северной Кореи может стереть в пыль ближайших союзников Америки в регионе. Южная Корея и Япония ежедневно находятся в состоянии напряжения рядом с таким соседом. Хакерская группа «Лазарус». Говорят, самые жуткие сетевые атаки последних лет – дело рук личной кибергвардии Ким Чен Ына. Эти люди, по слухам, служат в разведывательном управлении Генштаба Корейской Народной Армии. Им позволены любые компьютерные преступления. Возможно, хакерские группировки отчисляют деньги в бюджет КНДР. Им обещано покровительство, любая техническая помощь и безопасность. В 2020 году они якобы украли со счетов зарубежных банков по крайней мере 300 миллионов долларов. Эти деньги пошли на финансирование создания ядерного оружия и баллистических ракет. Но это не точно. Они взламывали индийские АЭС, южнокорейские промышленные компании, американский Боинг, шведский Вольво, Сони Пикчерс, Гармин, а также криптовалютные биржи и офисы ФБР. Автопарк великого вождя. Ким Чен Ын, как его дед и отец, очень любит наземный транспорт. Опасаясь покушения, он ездит на переговоры почти всегда по земле и почти никогда не покидает страну. По непроверенной информации, для него на заводе Мерседес Бен создали специальную версию броневика Пуллман. В его тайном гараже может находиться 12 эксклюзивных суперкаров, включая Chevrolet Camaro, Dodge Viper и дорогие Ferrari. Однако ключи от гаража Ким Чен Ына охраняются не хуже хранилища с ядерным оружием. Сфотографировать хотя бы один автомобиль из этой коллекции до сих пор не удалось ни одному Джеймсу Бонду. Даймлер ни при чем. Пресс-секретарь Даймлер не знает, что за автомобили марки Мерседес в гараже у Кима и как они могли попасть к нему. Санкции же. Он думает, что вождь катается на поддержанных Мерседесах. Американские журналисты утверждают, что машины приплыли в контейнерах из Роттердама в китайский Далянь. Потом в японскую Осаку, следом в корейский Пусан, а оттуда в российскую находку. Далее машины перегнали во Владивосток, откуда их вывезли на самолетах Ил-76 авиакомпании Air Correa. Лада Приора тоже в секретном гараже. Однажды инспекцию военных Ким совершал на заднем сиденье российского седана Лада Приора зеленого цвета. Автоваз продает автомобили в КНДР. Поэтому на фотографиях из страны эти машины встретить довольно легко. Автомобили в основном поступали в распоряжение военных, но за рулем далеко не всегда встречаются дядьки в форме. Что может быть лучше автомобиля? Конечно же, бронепоезд. Самый секретный объект лидера КНДР во время его путешествий – бронепоезд. Это тот зеленый с желтой полосой. Помните? Каждый вагон особенный. Есть электростанция для автономности, несколько бытовых отсеков, кухня, ресторан, вагон охраны, даже гараж. И все это государственная тайна. Где в составе вагон вождя одному Киму известно. Во Владивостоке Ким Чен Ын выходил из четвертого, самого бронированного, толщина стекол сантиметров пять, не меньше. Мощная защита от прослушки тоже есть. И такая громадина, абсолютно герметичная, с закрытой системой вентиляции, в принципе может выдержать и ядерный удар. Любопытно, что перед составом номер один за 20 минут впереди идет поезд-разведчик, который проверяет состояние пути. Сзади тоже есть поезд для прикрытия. На поезде вместе с вождем едет его лимузин, министры, службы протокола, журналисты и обслуга. В России бронепоезд дважды стучал колесами остальные рельсы, объехал Дальний Восток и даже был в Москве. А есть ли у владыки КНДР самолет? Конечно есть! Отличный борт номер один, которого нет даже у президента Америки. Надежнейший советский Ил-62 в суперэксклюзивном исполнении. Правительственный Ил-62 был выпущен в 1985 году, обслуживал семейство Кимов и продолжает исправно делать это сейчас. Кстати, его Ил-62 самый возрастной из всех бортов номер один руководителей государств в мире. Летает нечасто, но зато так красиво. А есть ли у Ким Чинына баскетбольный мяч? Конечно же, он страстный фанат баскетбола. Знаете, кто его друг? Звезда НБА Деннис Родман. Он лично посещал лидера Северной Кореи, а также плавал на его могучем корабле. Они вместе на громадной яхте ходили на таинственный остров, который принадлежит северокорейскому лидеру. Немногим разрешается его увидеть, а кто увидел, не может забыть. Разумеется, местоположение острова тоже жутко засекречено. Деннис описал свое недельное пребывание на нем как семизвездочную вечеринку. Роскошный курорт со всей инфраструктурой, сделанный всего для одного человека. Ну, точнее, двух. Наверное, довольно обсуждать жизнь лидера страны. Пора поговорить о его народе. Об этом и многом другом по порядку. Чистота и порядок на улицах городов – норма жизни. Основной транспорт – велосипед. Северные корейцы – люди в основном стройные и подтянутые. В настоящее время страна сама обеспечивает себя продовольствием. Одежда в основном местного пошива. Мужчины любят носить китель, застегнутый под подбородок. Женщины же – платье яркого цвета. Какой бы стиль не предпочитал гражданин социалистической Кореи, он всегда подтянут и аккуратен. Под стать людям и ландшафт страны. Аккуратно возделываемые террасы рисовых полей завораживают взгляд. Помните советский монумент «Рабочий и колхозница»? У корейцев они тоже есть, только к ним затесался еще и интеллект с поднятой рукой, а в руке его кисть для написания иероглифов. Причисление этого социального слоя к движущим силам революции – новация дедушки Кима. А еще здесь очень любят советское кино. Нигде в мире не идет по телевидению такого количества фильмов из СССР, как в Северной Корее. Советская классика рулит, не переключайтесь. Кому отдать свои лучшие годы? Конечно же, Северной Корее. Шестидневная рабочая неделя и личная жизнь человека – не личное дело. Так, ранние браки не приветствуются. Замуж лет в 25-28. Жениться в 28-30. Прежде чем начать растапливать семейный очаг, ты должен посвятить свои лучшие годы, отдать свежие силы стране и обществу. И это касается не только службы в армии, но и реализации себя в профессии. Трамп сказал – корейцы сделали. Помните знаменитую речь Дональда Трампа о необходимости уничтожения КНДР? Корейцы точно помнят. Послушали и почти 5 миллионов записалось в армию добровольцами. Из этих 5 миллионов – полтора миллиона женщины. Какова сила духа? Плюс ядерная программа. Нападать на КНДР даже амбициозному дядюшке Трампу как-то сразу расхотелось. У КНДР вообще есть друзья? Многие страны явно, а еще более многие тайно поддерживают Северную Корею. В музеях КНДР много подарков из таких стран, как Китай, Россия, Сирия, Саудовская Аравия и другие. Корейская Народно-демократическая Республика поддерживает дипломатические отношения со 161 государством. Не ожидали? У кого самые таинственные СМИ на планете? В КНДР, конечно. Мощная система вещания своих мыслей всему миру. Радиостанция «Голос Кореи» ведет передачи на коротких и средних волнах, а также через спутник на 8 иностранных языках, включая русский. Сильно, да? Внутри страны слушать иностранцев категорически запрещено. Карается тюремным заключением. Разрешены только радиоприемники с фиксированной настройкой на станции КНДР. Телевидение ведет передачи по четырем программам. Телевизоры населения подлежат обязательной регистрации. Настройки частот блокируются и органы управления опечатываются. Интернет в настоящее время под запретом, но есть внутри страны его аналог без выхода в мировую сеть. Печатаются также два издания газет на английском и французском языках, помимо официального корейского побеги из Северной Кореи. Почему бегут? По разным причинам. Кто-то бежит от режима, кто-то за новой жизнью, кто-то от наказания за совершенные преступления. Бегут также предатели. Куда? В основном в Южную Корею. До 93-го года у южан действовал закон, по которому каждому беженцу полагалось щедрое денежное содержание, а сообщившим особо ценные разведывательные сведения выдавалась значительная награда. Размер выплаты был привязан к стоимости золота. Некоторым беженцам предоставляли жилье и возможность высшего образования. Военные могли служить в прежнем звании, а некоторым беженцам даже предоставляли телохранителя. Побеги в Северную Корею. Да-да, вы не ослышались. Бегут люди и в обратном направлении. Среди любителей ночного бега, как представители северян, так и южан. Почему северокорейцы возвращаются на родину? Существуют три причины. Первое. Сотрудники северокорейских спецслужб должны возвращаться после выполнения задания. Тут все понятно. Второе. И, судя по всему, главное. Заметная часть беженцев не может справиться с проблемами и дискриминацией на новом месте в чужой стране. Третье. Простые злодеи бегут от наказания. Известные южане-перебежчики. Офицер южнокорейской армии Кант Хэму переметнулся на север вместе со своим подразделением еще в конце 40-х годов и впоследствии дослужился в КНДР до звания генерал-лейтенанта. Профессор философии Пусанского университета Юн Но Бин, который бежал в 83-м году, тоже на север. Самыми известными из перебежчиков 70-х и 80-х являются Чхве Ток Син и Чхве Хон Хи. Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Чхве Ток Син в 86-м году эмигрировал на север. Отметим, что его сын недавно тоже решил обосноваться на севере. И это произошло уже при правлении Ким Чен Ина. Генерал-майор Южной Кореи Чхве Хон Хи, один из основателей корейского боевого искусства Тэквондо, также в свое время перебрался на север. Чиновник Министерства морских дел Южной Кореи господин Ли, недавняя смерть которого в пограничном инциденте взбудоражила мир, попытался бежать в КНДР. На родине успел накопить огромные долги, выплатить которые он не мог, плюс развод с женой. Может быть, это и было причиной побега? Великодушный Ким прощает. В последние годы северокорейское правительство достаточно лояльно относится к своим перебежчикам-возвращенцам, если они не вынесли национальные тайны. Их, возможно, даже не репрессируют. Будут активно использовать в официальной пропаганде. Им придется выступать с лекциями о тяготах жизни за рубежом, обличать капиталистический стиль жизни, писать статьи и тому подобное. Южан же вождь, скорее всего, отправит обратно, если они не представляют для него особой ценности. Можно ли в Северной Корее гулять одному? Да. Если вы коренной северный суровый кореец. Если вы приехали из другой страны, то вам для компании, скорее всего, выделят персонального невидимого напарника. Он будет сопровождать вас повсюду, подмечать, куда вы ходите, с кем общаетесь, чем интересуетесь. Одиночество туристам точно не грозит в этой стране. КНДР. Где правда, а где ложь? Сведения об этой удивительной стране очень скудные, противоречивые и почти всегда не имеют официального подтверждения. Кроме того, бытует мнение, что существует информационный заговор западных СМИ против КНДР. Точнее, против руководства этой страны. Демонизация страны на основе ее закрытости и одиозности ее лидера достигла невиданных размеров. Совершенно невероятные утки о жизни граждан КНДР и нравах северокорейских властей поражают воображение. Где правда, а где ложь? Не разберешь. Одно могу сказать определенно, с удовольствием бы посетил эту страну. А вы бы поехали в гости к Ким Чен Ыну? Пишите в комментариях. Всем хорошего настроения и пока. До следующего видео.